Светлана Игуменова Светлана Игуменова И вот как тебе кажется, что такое сильная женщина? Наверное, я могу себя назвать сильной женщиной Та, которая, несмотря ни на что, она решает все свои проблемы сама Ну, хотя бы старается Или ищет какие-то выходы, которые самодостаточны Спорт помог тебе стать этой сильной женщиной? Или наоборот, потому что ты была сильной, ты начала заниматься спортом? Нет, мне кажется, это все спорт Вспомни свою мотивацию, когда ты пришла в спорт Первые впечатления, первые тренировки Тогда это было через не хочу, через не могу Или тебя действительно тянуло? Сначала вообще я пришла туда, я не понимала, зачем я туда хожу Мама привела, и вот ходи Не было никакой мотивации И потом появились просто друзья, знакомые Какие-то общие компании Было интересно А уже после, да, какое-то соперничество проснулось, что ли Вот хотелось именно туда Какие-то кумиры появились, именно спортивные Которых до этого не было И да, со временем как-то все у меня так постепенно Нарастающее шло Тэквондо было с самого начала, или нет? Да Так я говорю, жила в Придонском Просто там Вот нашли секцию тэквондо, которая находилась у нас в центре на Фредерика Энгельса Туда записались, и все, больше искать ничего и не стали Тренер понравился, все устроило И как-то Не особо-то выбор был, как сейчас, допустим Можно год на гимнастику отходить, год на плавание, год еще куда-нибудь И вот выбор А у меня как-то выбора не было На каком-то этапе, может быть, вот в детстве, не хотелось бросить? Наверное, лет так, может быть, 15 были мысли, когда вот все гуляют, а я на тренировку Вот мне тоже хотелось Но очень даже хорошо, что не бросила То есть, скорее всего, если бы бросила, совсем другой человек был бы Так что, наверное А что сама себе тогда говорила, и благодаря кому осталось? Наверное, какие-то соревнования намечались Вот если я пойду на тренировку, я же стану первой Я же вот Я же потренировалась А вот пусть моя соперница, она вот пойдет погуляет И проиграет мне Наверное, вот какие-то, да, соревновательные моменты Все-таки Возможно, еще родители тоже меня все-таки заставляли туда ходить Вот когда вот именно по период Даже, наверное, может быть, и пораньше 14, наверное, вот мне было, да Когда мне прям очень хотелось где-то в других местах бывать, а не в зале Первые самые яркие эмоции от соревнований, от побед, или, может быть, от поражений? Это, наверное, самые такие яркие Был турнир в Германии Собрались очень такие знаменитые спортсменки Слава Богу, я об этом не знала Тренер мой не поехал со мной этот момент И вот Он говорит, ну съездишь Он уже рассказывал, наверное, эту историю Машинку-то стиральную Вот как я ее хотела Вы не представляете, там просто Она мне нужна была И я прям постаралась И все эти соперницы Только после я узнала, Роман Александрович, что я не надеялась, что я даже в тройку войду Я выиграла И вот это действительно такой запоминающийся момент Я так рада Мне так хотелось поделиться с ним этими чувствами Я прям ему звоню оттуда, с этого Бона Я знала, что это очень дорого Ну, нет, надо позвонить Он трубку не взял Как так И вот это прям очень запоминающийся момент был Про Женя тогда? Горько переживала? Ну, с возрастом хуже мне становилось Вот поражения все-таки давались Тогда, на тот момент, ну, у меня все впереди Я еще молода, еще потренируюсь и успею А когда уже возраст подходил И вот каждый проигрыш уже давался намного тяжелее Я думаю, ну, уже столько времени нет Когда я успею потренироваться, я уже не успею Надо сейчас было выкладываться И да, очень переживала каждое поражение Для меня было что-то прям, выпадало Так на недельку точно входило Тебя тогда лучше было не трогать или наоборот? Лучше было подойти и пожалеть? О, нет, так не жалеть Наверное, лучше остаться одной вот на тот момент Или на расстоянии с кем-то вот можно было по телефону поговорить Хотя даже по телефону не особо любила Вот маме звонить, когда проиграю Нет, не нравилось, смело Я в себе Самое болезненное поражение за всю твою карьеру, Свет, выдели? Ну, наверное, чемпионат мира Который проходил в Корее В Корее, по-моему Да Очень готовилась Настроена была очень хорошо Что пошло не так, непонятно Да, очень я переживала Даже не смогла вернуться обратно на соревнования Вроде уехала Привести себя в порядок и вернуться И не смогла, смотрела уже финальные поединки Не финальные поединки, а остальные поединки через интернет В номере Очень сильно переживала За время карьеры часто плакала? Да Редко когда не плакала после поражения Такого даже, наверное, не было Я могла долго держаться Не плакать Но потом, как только я осталась за дна Прямо Это, скорее всего, в душе происходило Так вот, чтобы никто не видел Но бывало, срывалось Что даже, допустим, в среднем Какие-то недопонимания были Я там по одному смотрела на ситуацию Он по-другому Если я к нему прислушиваюсь Могла взорваться Хотя понимаю, что я виновата Я же там находилась Он ни в чем не виноват Могла взорваться прям Не дойдя до души Роман Александрович Часто повышал голос? Нет, на меня не часто Со мной именно сдержанно Он очень грамотный тренер Уже со временем все-таки У него опыт очень большой И он вот знает Кому он... У него так много, да? У него спортсменов И у него к каждому свой подход Допустим, вот На Таню надо накричать Чтобы она включилась И действительно это ей помогает А со мной, если она накричит Да я могу просто развернуться Ну, давайте Не уходила никогда? Нет, не уходила Но он и не повышал голос Так, чтобы там полотенца Меня мокро Может ударить некоторых На ребят На кого-то паре На того же Андрюху Земледельцева нет У него там свой подход с ним У нас Леха тоже свой подход У него прям вот С каждым Ну вот ты менялась За время своей карьеры В своем поведении В своей реакции на турниры В своем отношении к тренировкам Да, конечно, менялась Вот ты В первый год Работа уже в сборной, например И вот прошлый, если взять Это абсолютно разные люди И чем они отличаются кардинально? Есть одно Наверное Схожее Вот что в первые Мои сборы Что в последние Мне Или хотелось быть Ну, допустим, бежимый кросс Или быть в первых рядах Или уже совсем в конце Вот что-то серединка Я не могу Для меня это было что-то вот ужасное Почему тут-то серединка Или я совсем не выложусь Или если я выкладываюсь То полностью И всегда это продолжалось Всегда еще думаю Да зачем ты рвешь Ты все-таки Да мне тут нормально Хотя сама что-то не померла Ты на этом кровь Это не нормально Вот И менялись, конечно Отношение к тренировкам Уже меньше я пропускала Бывает Ой, тяжело Ну надо Вот идешь, идешь Тренируешься А когда маленькая была К доктору пару раз ходишь Там вот это болит Вот это болит Ну смотри, сама Но все равно как-то я ходила Даже не знаю Наверное Вот именно в сборной Я выкладывалась полностью Может быть у себя Я могла себе дать слабинку То, что там нет Особенно соперников Пацаны все равно сильнее Что с ними соперничать Ну в плане физподготовки Я говорю Так что даже не знаю Часто приходилось Перебарывать себя Через не могу Через не хочу Чего-то добиваться Вот если бы мы выделили Номинацию Преодоление Вот Какое бы событие В твоей спортивной карьере Победило в этой номинации Были, да На соревнованиях Такие моменты Что казалось Что ну все Вот С одной стороны Две минуты Это же так Мало, да Но когда ты находишься там Эти две минуты Кажется вечностью Ну когда же они закончатся Особенно если удержать балл Там надо А их удержать Очень сложно Особенно сейчас С новыми правилами Когда Один удар в голову Уже три балла И Как-то Открывалось что ли Второе дыхание Бывало Если выигрываешь А если проигрываешь И силы вообще тоже Покидали И ноги ватные Сразу И все такое Какая-то вера в себя Что ли пропадала Вот когда как Правда Не могу сказать Что я всегда могла Себя так мотивировать Сильно Что и Сил нету Я все равно продолжала А когда Не знаю А если из твоих медалей Выбрать Самую ценную Самую дорогую Я понимаю Что спортсмены Очень не любят Вот так вот Расставлять приоритеты Но какой своей Медалью Ты по-настоящему Гордишься Ну вот Наверное Чемпионат Европы По олимпийским весам Что тоже Нужно было Собраться К этим соревнованиям Так как Был проигрыш Был турнир И буквально Через неделю Новый старт И после проигрыша Собраться Это Хотя может быть Вот На свежую Я только что Сделала ошибку Я ее пока Все У меня еще Все осталось в голове Возможно Я пока летела Очень долго Я об этом Все время Думала Может быть Даже пересматривала Где Что я сделала Не так И приехав туда Сначала Думаю Ну Если сейчас Все То уйду Потому что Ну дальше Ну куда И тут Собралась И реально С отбитыми ногами С больными суставами Все равно как-то получилось Как Неизвестно Бронза чемпионата мира Вот В этой бронзе Золота много Или все-таки Это бронза Честная бронза Ты ее и недооцениваешь И не переоцениваешь Нет Я однозначно Не переоцениваю Это же был домашний Правильно Чемпионат мира Да Домашний чемпионат А пиши свои эмоции На этом турнире Ну такая ответственность Чувствовалась Многие из Воронежа Приехали Смотрели Болели Ну как-то Хотелось мне больше Конечно же Прям вот я Сначала все не пошло Я приехала Это аллергия Как назло Какой-то дождь пошел Непонятный В Челябинске Вместе со снегом Хотя вообще Не должен он был идти Так все Прям вот Ну не так Все кувырком пошло Изначально Ну потом Как аллергия Как рукой сняла Прям вот в день Именно соревнований Все Я прекрасно дышу У меня нигде Ничего не чешется Это замечательно Вот И как-то Я думала Ну все Я же могу Я же сильно Я же старалась Тренировалась И вот Я сильно Очень переживала После того Как я проиграла Вот на следующий день Как раз поединки Уже продолжались Сильная соперница Но все равно Почему-то у меня Где-то внутри Я была уверена Что А вдруг получится Может же получиться Должно получиться Но нет И я переживала Плакала А потом В принципе Третье место Тоже неплохо Чемпионат мира Все-таки Как-никак И вот у меня Такая двоякая С этой медалью Потому что я вроде И проплакалась После нее И хотелось мне Большего Ну и Третье тоже хорошо Вот как-то И радостно И Вот мне очень Интересны эмоции Ты ведешь бой Понимаешь Что проигрываешь И финал Вот он На твоих глазах Ускользает Вот что в голове Происходит в этот момент Сделаю все возможное Вот прям Начинаешь Делать много Ошибок Как Роман Александрович Говорит Соберись Успокойся Возьми тебя в руки А не получается То что вот Ну хочется же Вот правильно ты сказал Вот финал Он уходит Финала не будет Если я сейчас Не выложусь полностью Пытаешься что-то сделать Но редко Это получается Потому что У многих спортсменов Которые уже проигрывают С большим счетом Догнать Ну это Большая редкость Это прям Не знаю Наверное Десять процентов Из 100 Могут Собраться И догнать В последнем раунде С большим отрывом Мне это не удавалось Что для тебя значит Присвоение звания Заслуженный Мастер спорта Первое Единственное В Воронеже Это вообще важно Для тебя Ну конечно Это очень важно Я не хотела Вот не уйду Думаю пока Или на Олимпиаду Не попаду Или заслуженного Не получу Вот так вот С Олимпиады Не получилось Конечно Все равно Это Такой Недоработочка Думаю Ну ничего Значит Не я Значит мой Спортсмен Поедет Надеюсь А заслуженный Ну хорошо Хоть не созря Ты помнишь Когда Первый звоночек Появился Что наверное Пора закругляться Да их много было Звоночков Я про первый спрашиваю А Про первый Но сначала Это было вообще Тут момент Когда я забеременела Ну наверное Все Ребенок Семья Наверное Надо закругляться Вот это Самый первый звоночек Но ведь После этого Все продолжилось И слава богу Оказается Не все А вот кстати Если вернуться Кто Помог вернуться Кому нужно Сказать спасибо Что мы Получили Вот эти медали Роман Роман Александрович Ходин Алексей Попов Приехали Ко мне Проведать Меня с Лялькой Я такая Вся мамочка Вот Они говорят Хватит тебе Мамочка Пойдем А мамочка Хотела идти? Ну конечно Не знаю Как остальные мамочки Ну я вот Лучше С ребеночком В зале Посижу Чем целыми днями Сидеть дома С ним Мы очень даже Замечательно Мы справлялись Кира У меня С самого Грудного Возраста Находилась Где-то Рядышком Редко Она была Дома Одна Ну я С бабушками Конечно Одна Не была Вот А так Она всегда Прям С двух лет Уже На Лагерь На сборы Такой Ребенок Общительный Вырос Ну послушай На твоем месте Сидело очень много Спортсменок Которые же выступали В роли мамочек И вот Они практически Всегда Рассказывали Одну и ту же Историю Что соревноваться Зная Что у тебя Ребенок Это очень сложно Потому что Ты всегда думаешь О ребенке А если Не дай бог Ребенок Где-то в зале Во время соревнований И чуть Ты слышишь его крик Плач Все Пиши пропало Вот расскажи О том Каково тебе было выступать Когда мыслями Ты все равно Была с ребенком С Кирой На соревнования Я Практически Никогда ее не брала Это действительно тяжело Вот один раз Она была в Москве И где-то там Проиграла Благополучно Я после этого думаю Нет Хотя она уже была Взрослая Она вроде даже Помогала Но я всегда Где она Что Куда она пошла Вот правда Отключаешься И думаешь Только о ней Когда она дома Я на соревнованиях Я не переживаю Я знаю Что Она под контролем Все хорошо Тяжело Когда Ребенок болеет И куда-то Надо уезжать Вот Для меня Это Прям Было Ужасно Но Опять же Это были Не соревнования Слава Богу Что допустим Это сборы Какие-то Где я могла Я попозже Подъеду Вот сейчас Тут все у меня Уладится И я приеду Такое Вот тоже Было А так Я не скажу Что она Не мешала Если ее не брать На соревнования Все бы замечательно Ты где-то Коришь себя За то Что может быть Из-за спорта Ты что-то Не додала Кири Были такие мысли И вот Это наверное Второй звоночек Когда я уехала На соревнования Первый раз Ей было наверное Годика три Я приехала Она меня не узнала Да Не пошла Такая ко мне Я думаю Опс Все Не буду Не поеду Никуда больше Ребенка не оставлю И вот каждая поездка Она так плакала Она не хотела Отпускать меня Но все равно Как-то мама Тренер Так же Успокаили Говорит Ничего страшного Все работают Многие даже Вот целый день уходят Дети так же в саду Дети так же с бабушками Все то же самое Ну блин Они так надолго уезжают Они Бывают и надолго Ну как-то я Свыклась И Кира меня начала Понимать А так Очень долго Себя докорила За то что Вот я такая мать плохая Бросаю Свою ребенка Совсем ее не вижу Только на телефоне Ну и Дима бешенец Любит рассказывать Историю Что когда она уезжает На соревнования Сыновья ему говорят Папа Привези нам Обязательно Соревнование Медаль Обязательно Желтого цвета И он говорит Что вот это Лучшая мотивация Вот в случае у тебя И у Кира Какие-то подобные истории Были Да Ну Практически то же самое Маму Эту медаль Не забудь Маленькая была Я говорю Ну я постараюсь Да Любила она тоже Подарочки Отовсюду Вот она меня уже Потом чуть повзрослее Она меня провожала И такой список Заказов Мама купи мне Один раз Мы искали всей сборной Маму с Панч Боба Не спать Маму с Панч Боба Где же я тебе ее найду Мне очень надо Ну вот Не нашли К сожалению В году 2018 Медалек Дочки Практически не привозила Это был сложный год Да Сложный Как ты уже и понимала Вроде бы Олимпиады На носу И Подпирают Конкуренты Со всех сторон Сложно Да Вообще Вот Что испытывает спортсмен Когда понимает Что По логике сил Это должны быть А вот не идет Грусть Тоска Апатия Ко всему Ничего не хочется И тренироваться Особо уже не хочется Потому что Не получается Ничего Ну печальное Такое состояние На самом деле А сколько Вот это состояние В твоем случае Длилось Долго длилось Наверное Даже я так Не могу сказать Это как-то Знаете Наплывами Оно то Нахлынет То отпустит Не знаю С чем это связано После каждого Такого турнира Говорил Все Это мой последний Был старт Или нет Ну да Даже на некоторые Турниры Уже даже Не хотелось Ехать А зачем Ехала Ну надо Ехала Ну надо же Ну нет Ну вот сейчас Это все Точно Последнее Были такие мысли А где-то Что-то Прошло Ну ты вот видишь Даже вот выиграла Значит Вот это Потренируем И все нормально Будет И потренировали Опять Что-то Не пошло Печально Что должен тренер Вот в таких случаях Делать Как вел себя Роман Саныч Ну Роман Саныч Уже Сам устал Видимо И он Смирился Он мне Ну тебе это надо А нет Как-то он мне это говорит Говорил раньше Уговаривая Меня Мотивировал Не тем Ну тебе же Это надо Кому надо Тебе Мне это не надо С чего вы взяли Что мне это надо Я может уже хочу У меня у дочери Переходный возраст Вот может быть Сейчас Именно сейчас Ей нужнее Даже чем в тот момент Когда она была маленькая Когда в принципе Бабушка справлялась А сейчас Никто не справляется Вот допустим Может быть Сейчас уже пора Ну и как бы И возраст В этом возрасте Токвандистов мало Да их вообще Практически нет Если взять Даже со всего мира Это Наш вид спорта Он все равно Не такой Допустим Как гимнасты Что у них там уже 20 лет Становится уже Такими У нас До 28 29 Ну 30 Прям Очень редко И он как бы Тоже уже понимал Но все равно Уговаривал Уговаривал Но потом Один прекрасный момент И мне тяжело Гонять вес Это даже была Самая первая причина Что я не могу И вот Наверное Вот больше даже Из-за этого Если бы Может быть Весовая А менять весовую Уже было Поздно Там же ведь По-моему Даже был турнир Когда ты не смогла Выполнить вес Да Это вот Тоже Дало такой Прям толчок Что пора уходить Ну вот С высоты Сегодняшнего дня Ты можешь сказать Что наверное Вот стоило уйти Тогда-то Или в принципе Все как прошло Значит так и надо было Как прошло Так и надо было Потому что даже мысли были Еще вернуться на самом деле Потом Да ну куда Нет После того как отдохнула Полностью восстановилась Вроде уже все хорошо Ничего не болит Она может быть еще раз И когда там что-то не получается Там так было хорошо На самом деле Но потом все равно Понимаешь Что нет Хватит Вот сейчас Тот самый момент Когда пора Закруглиться Думаю Вовремя Если вот так вот Обобщить Всю твою спортивную карьеру Ты на сколько процентов Показала себя И на сколько процентов Ты добилась Того чего могла добиться Я думаю Процентов на 70 И это наверное Хороший показатель Надеюсь Сколько времени Отдыхала От Тэквондо То есть грубо говоря Вот после того Как закончила тренироваться Вот так вот Активную соревновательную деятельность Завершила И тем моментом Когда Вплотную Занялась тренерской работой Два месяца Декабрь Январь В феврале уже Это были месяцы Наслаждения Отдыхом Или все-таки Уже тяжело было Без спорта Было очень тяжело На самом деле Было тяжело И без спорта И было тяжело Что делать дальше Прям такой вообще Глобальный вопрос У меня стал Как? Зала в Воронеже Нет Куда идти? Что делать? И где их искать? Два месяца Таких Не скажу Что прям Вот в кайф Потому что Каждое утро То я просыпалась Я знаю Зачем я делаю Что я делаю Зачем я это делаю А тут я просыпаюсь И мне ничего делать Думать Где Что Как лучше Прям проблематично На самом деле Вот эти два месяца Для меня прошли Но ты даже Не рассматривала Вариант Своей жизни Без спорта Правильно? Или все-таки Прорабатывала И такие Сценарии Развития событий Да нет Разные сценарии Развития Прорабатывались Но больше Склонялась Наверное Что все-таки Спорт Там и остаться А перед Тренерской работой Какие страхи Тебя посещали В первую очередь Смогу ли я Найти подход К детям Будут ли они Меня понимать Что я от них Требую Страхи были Вообще Смогу ли я Любить этих детей Да Как любили Наши тренеры Но эти страхи Вообще Действительно На самом деле Прям поняла Что да Это мое Вот прям Мне они все нравятся Мне нравится Этим заниматься Когда что-то У них получается Классы настроения Когда они Не слушаются Балуются Потому что Ну вот Е-мое Я начала понимать Своего тренера Как он Как он терпел Нас вообще Он столько думал Когда маленькая Я думаю Ну что сидится Свистком Вообще И кричит Только на нас Сам ничего не делает На самом деле Ты так устаешь Столько энергии Отдаешь своей И Жалко Романа Александровича Да Я теперь его понимаю Почему он Шумел и кричал Думаю Блин Он так долго Продумывал Какие-то связки Новые упражнения И тут мы Ооо Неохота Ну не так Конечно Мы говорили А в себе Делаешь Какую-то ерунду Придумал И тут С моими детьми Я думаю Блин Но они-то Только первый год Тренируются И мне уже От них хочется Чтобы они Все понимали И делали Я же придумываю Эти упражнения Я же вам даю Делайте Вот так что Я теперь прям Да Роман Александрович Еще больше Зауважала Какой он Все-таки Хороший тренер Как он Долго Сдерживался Ты на тренировках Больше отдаешь Энергию Или получаешь От детей Отдаю Мне кажется Да Получаю Тогда Когда у них Получается Я такая Довольная Счастливая Полная сил Еду домой Все у меня Хорошо Но вот Когда с дисциплиной Очень долго Мы налаживали Этот процесс Все не получалось Потом И посмотрела В принципе Они дети Это все такие И многих Ставят на кулаки И нормально У меня дети Не исключение Так что Я как-то Успокоилась С дисциплиной Сейчас Более-менее Нормально И как-то Процесс пошел Но ты же понимаешь Что до первых побед Далековато Так хочется Ускорить Да Да Да-да-да Вот как ты С собой ведешь Этот диалог Что Света Подожди Всему свое время Я всегда Вспоминаю Вот фразы тренеров О том что Самое главное Качество тренера Это умение ждать Вот насколько Лично тебе Сложно Заставить себя Ждать Очень сложно Вообще Очень на самом деле Даже Вот Очень хороший тренер Кимарина Мироновна Она мне дала совет Подожди Говорит Ну что ты Вот до них Прицепилась к ним Все Всему свое время Ну хочется На соревнования Ну хочется тебе Потренируем Вот еще одних детей Которые уже ездят На соревнования Приходи Пожалуйста Ну а фу Да вот Когда уже совсем Припрят Что у меня своих захочется Пойду туда Может быть Кого нибудь Потренируем Месяцок Два Перед соревнованием Перед каким-нибудь Стартом Может сборы Какие-то у них будут И мне будет легче Потому что Как бы да Действительно Я только-только Я знаю Пока у меня Осталось Что на соревнованиях Какие правила Вот эти все Поменявшиеся И Мне кажется Я больше дам Сейчас детям Которые уже выступают На соревнованиях Своим детям Которые Ну что мы Нажимаемся Прыгаем Играем И ударчики изучаем Только технику ударов А хочется Чтобы они у меня Жилеты одели И быстрее Пока меня тормозят Не надо Ты себя узнаешь Вот сейчас Как тренер Своих тренеров В себе узнаешь их? Нет Меня очень долго ждали Меня не выпускали Держали меня Не выпускали на соревнованиях Три года Просто так Оттренировалась Никто не торопился А сейчас Возможно И родители такие Ну когда у нас будут соревнования Два месяца тренировались Ну какие соревнования Два месяца прошло С родителями Тяжело находить общий язык? Я пытаюсь Как-то не подпускать К себе родителей близко Вот тоже Совет Многих Что не стоит Пока нормально Нет таких Вот как Многие говорят Вот подпустишь Все вообще Ужас Затренируют И тебя И детей Твоих родителей Они же все знают И я думаю Ну ладно И вот как-то На дистанции Пока Женщина-тренер И мужчина-тренер Это большая разница? Или это не столь важно? Мне кажется Это не важно В моем случае Что Ким Ирина Миронна Женщина Очень хороший тренер Что Роман Александрович Ходин Наверное Женщина более Понимает Девочек Девушек Которых Она тренирует Что Роман Александрович Приходилось годами Изучать Да что у нас в голове Да почему у нас То одно То второе То третье А тренер Женщина Она наверное На себе Это прошла Не знаю Как с мальчиками Вот Только хотел спросить А с мальчиками Как общий язык найти И тяжело будет работать Когда уже парни Будут подходить К каким-то Олимпийским Соревнованиям Надеюсь Что я как-то Тоже получила Опыт С детьми Которые со мной Уже Со мной росли Тот же Андрюша Земледельцев Леша Владимиров И как-то Они тоже делились Со мной Многим Наверное Со своими ребятами Мне будет попроще Они мне дали Тоже опыт Какой-то Тебе сейчас Не хватает соревнований Да Бывает А чего больше Не хватает Конкуренции Медалей Напряжения Всего Наверное В целом Но я бы Да Я все мечтаю Когда сделать соревнования Пасть пенсионером Может быть Все-таки Но тебе-то еще Лет 50 До этих соревнований Ну Вот Хочется Не знаю Прямо Да Иной раз Бывает В зал Даже сходить Просто Эту подушку Побить Не ходишь Хожу Сейчас В последнее время Редко получается Просто потому что Времени нет Да Времени пока То Вот у нас Детки На пояса Сдали Готовились К этому моменту Потом Показательное выступление Вот Сейчас Может быть Немножечко Устаканилось Вот Надо дойти Все-таки Выплеснуть Энергию Кира ревнует К детям Детям Да Ну Наверное Да Потому что Сама Она Все никак Не настроится Прийти Тренироваться Один отмаз был Сейчас ты группу наберешь Будут тренироваться Я группу набрала Тренироваться Она не тренируется Потому что Видимо Да Я много же Внимания Уделяю всем детям Не могу Над ней Только одной Стоять А там Не знаю Не разговаривала По этому поводу С ней Она станет Чемпионкой мира Она Надеюсь Все в нее верят Кроме нее самой Чем она отличается От тебя Свет Да все Наверное На самом деле Я очень скромная Была всегда У нее скромность Куда-то пропала С детства Так может это хорошо Возможно Я тоже надеюсь Что вот Она не стесняется Подойти Что-то спросить Узнать Для нее это Мне это было Что-то прямо Как это Что-то сказать На публику Или куда-то На сцену Зайти Очень тяжело А для нее Нет Наоборот Если она там Где-то внизу Вот она лучше Развернется Уйдет Ей нужно на сцену Ей нужно что-то Говорить Что-то там Ну Есть лидерские Такие вот Качества Мне они очень нравятся Я думаю Что они ей помогут В спорте Подсознательно Не держишь в голове Что Кира Должна Доделать Доделать Он одинаково Он одинаково Для всех Этот вопрос Чаще всего Задают Вот такие крохи Спортсмены Спортсменам Уже состоявшимся Поэтому Включаем фантазию Представь Что мне Годика 4 Ну может быть Лет 5 И я спрашиваю Света Я хочу стать Чемпионом мира Чемпионом Европы Поскольку Чемпионкой мира Это к сожалению Не стало Итак Хочу стать Чемпионом Европы Вот что мне Надо делать Чтобы добиться Таких же высот Каких добилась ты Верить в себя Что ты все сможешь Что у твоего соперника Не 5 ног Их также 2 Тренироваться Слушать тренера Не пропускать тренировки И все получится Редактор субтитров А.Семкин